Как практик, я принимал участие примерно в 25 проектах по реформированию инновационной системы, мне кажется, в очень релевантных странах мира, в частности в Индии, Аргентине, в странах с плохими институтами. И вот я, собственно, этим и хотел поделиться. Потому что мотивация этого доклада – это некий конструктивный, концептуальный выход из ладушки ожидания, в котором, мне кажется, оказалась не столько Россия, а сколько экспертное сообщество в России. Потому что, с одной стороны, здесь будет все заклинание. В общем, все понимают, что это нужно делать. Была написана «Стратегия 2020», для этого была программа «Грефа». По существу, она изменились мало. Нужно делать реформы, реформы не идут. Ищутся все новые и новые аргументы, к чему это необходимо. И это называется «заклинание». Если реформы не идут 15 лет, то это повод задуматься. По крайней мере, о том, каким образом строить аргументацию. А вторая позиция, которая, может быть, в наиболее явном виде сформулирована Александром Чамузановым, что мы проиграли. И единственный выход – это выращивание будущего поколения. Лет через 25 оно вырастет. А вы что-нибудь изменили. Вы вырастете. И, надеюсь, изменится. То есть здесь, а не там. Я попытаюсь нащупать некий третий путь. Главный вопрос, которым не почему сейчас не получится, или какие сейчас препятствия и ограничения, а как сделать. И это некая посадка организационных семян. Выращивание страны беременными в разном будущем. И, как будет, я надеюсь, понятно, что главная проблема вот этого видения – это некая нетривиальность восприятия. Потому что оксимороны, они будут появляться все время на каждом шоу. И, как следствие, я бы хотел пригласить вас подумать о двух, в общем-то, почти единодушных ухах. То, что хороший инвестиционный климат – как необходимое условие для инновации. Мы все знаем, что без инновации никакие страны сейчас развиваться могут. И для них нужен хороший инвестиционный климат. Вопрос такой. А вот что происходит, когда инвестиционный климат нехороший, а вот он терпит? Он ужасный, но он неоднородный. Он позволяет многие вещи делать. Это первое. И второе – это реформирование как импульсы по вертикали. Уже почти привыкли, что это либо сверху вниз, либо снизу вверх. А что происходит, когда и те, и другие импульсы довольно слабые? Вот это, мне кажется, интересный вопрос. И, как я говорил, эмпирическая база – это участие в очень многих проектах Мирового банка, в странах очень разных – Аркентина, Индия, Китай, Марокко, Танзания. В общем, много, много. Я вам могу много рассказать историй, но… Потому что Евгений Борисович не стал полпенсатом. Я это воспринимаю серьезно. Итак, значит, вот дилемма Олсона, дилемма Манкура Олсона, она известна. Потому что так называемая склеротическая ловушка в политэкономии. Она, в книжках Манкура Олсона, она описана. Когда у вас отсутствует мотивация сверху вниз, есть такое понятие, как бюрократическая и элитарная самоуспокоенность, все идет хорошо, зачем чего-то меньше. А с другой стороны, известная дилемма коллективного поведения. То есть у вас затраты на коллективное действие явно больше, чем выгодные. Ну и тогда, ожидая, возникает так называемая склеротическая ловушка, и, в общем, по Олсону надо ждать кризиса. И он, кажется, его известная, он описал, как это происходило в послевоенной Европе, и почему по этому поводу Япония была в успехе. И так далее. То есть вот это логический аргумент. Вот я три примера привел, два из которых я расскажу. Первое, это школьная реформа в Штатах в конце 20-го века, которую, между прочим, начал и осветил Джордж Уст, младший. Там тоже была эта же самая ловушка. То есть профсоюзы, школьные профсоюзы ничего не хотели менять, тем не менее реформа происходила. Преобразование местной политической машины США в конце 19-го века, это последний позавочный век, и переход Тайвана к инновационному пути в 60-е годы. Вот об этом я скажу. Теперь, вот самый главный слайд. На который я хотел бы обратить побольше внимания. Понимаете, вот есть две концептуализации роста и развития. Первое, и вот здесь вот я уже прибегаю к английскому языку, потому что делать эту презентацию на русском было трудно. И я вот уже не смог. Первое, это доминирующее, которое говорит, что вот должны быть какие-то background conditions, то есть необходимые условия для роста и развития. Для того, чтобы сделать А, необходимо Б. А если Б у вас нет, вы пишете программы и реформы, пытаетесь доказать всему миру, что вот Б нужно сделать. Без Б никак. Вот, мне кажется, экспертное сообщество России находится вот практически на 95% в этом доминирующем, конечно, и в мировой экономической науке, и вот в этом подходе. Теперь есть так называемый процесс, который говорит, что, слушайте, дорогу осилит идущий, и вам, в общем, неразумно пытаться искать, идти к какому-то хорошему состоянию, с какими-то идеальными ситуациями. Вы его просто знать не можете по определению. Это процесс экспериментирования, поэтому давайте организуем процесс и давайте попытаемся понять, как он произойдет на два шага вперед. Дальше вы знать не можете. Вы пытаетесь ориентироваться на контекст и расшивать ограничения, которые у вас возникают в данный конкретный момент. Все. Это очень такой прагматический подход. В этом процесс-вью три поколения. Первое, и самое интересное, что когда я делал этот слайд, я понял, что вот эти три поколения, они как бы не подозревают о существовании друг друга. Первое, это книжка, известная лет еще 50 назад, книжка Кюшмана о теории экономического развития, где он ввел массу очень продуктивных метафор. В частности, он показал, почему несбалансированный рост может являться продуктивным, потому что он стимулирует разнообразие в вашей экономике. И понятие внутренней однородности в этом подходе ориентации на процессы является центральным. Потому что вы говорите, что у вас институты плохие в среднем, но вот в этом в среднем ужасе есть всегда хорошее исключение. И вам нужно понять, как хорошее исключение можно развить. Вам необходима разрешающая способность, чтобы видеть хорошее плохое. Вот это первое. Второе, это советская школа в 75-х годах. Вот здесь должен был быть Виктор Иванович Данил Далян, он в больнице сейчас. Кто-кто? Виктор Иванович Данил Далян, старший. А, ну как же. Он в больнице. А что? Ну, ничего там страшного нет, я с ним все не старожу. Но я почему? Потому что Юрий Васильевич Еременко, теория качественных массовых ресурсов, мне кажется, классическая книга, недооцененная. Собственно, вот она об этом и говорила, что советская экономика, в общем-то, развивалась не очень хорошо, но вот процессы замещения и компенсации качественных ресурсов массами, у него это было очень интересно построено. Ну и примерно в том же ключе Двико Станил Данил. И уже позже потом в Штатах появился фокус на контекстуальные ограничения и поисковые сети, их расшивающие. Это связано с именами Хаусмена, Родрика, Чак Сейбла, Брайон Лейд. И, понимаете, вот с точки зрения меня, как поле семейка, как практика, центральная проблема вот этого процесса, какая? Она недостаточно операциональной. Вот я вижу, что хорошей исключения полно. Почти случайных мутаций всегда много, но есть же всегда неравнодушные, ненормальные люди. Они же и в Советском Союзе были. Например, как было открыться мотор? Фарман Салманов повел свою экспедицию, несмотря на то, что ему это было запрещено. Если бы он не открыл, его посадил в тюрьму. А так он получил, получил звезду героя лично из рук Хрущева. Типичный, типичный венчур, да? То есть это и в Советском Союзе. А вот необходима, необходима некая теория, которая говорит, как мы из этих исключений много правил формирует. Вот, собственно, вот мои путанные размышления, сколько у меня там стал, что уже... Говори, говори. А это можно, да? Вот они будут на это отвечать. А и более конкретно у меня до вопроса. Как вырастить, я тебе знаю, незаметные, разрывные, институциональные инновации? Здесь аллюзия, это, разумеется, disruptive, технологиков инновейшн. Теория невероятно популярная, Клейтона Кринстенсона, она эмпирически неправильная, это теперь уже все знают. Вот. То есть это все не подтвердилось фактами. Но она чрезвычайно красивая. У вас появляется некая инновация где-то на периферии, ее никто не замечает. Например, конвертер там, да? Вы касали конвертера, бах, и она занимает весь рынок. Вот можем ли мы сформулировать нечто подобное для инноваций институциональных? Это вот, наверное, вопрос достаточно интересный для вот моей ситуации институционального скелла, когда у вас ни верхи, ни низы, ничего не могут. Когда у вас паралич, тогда, значит, остается некая надежда именно на вот это, на вот эти незаметные разрывные инновации, которые где-то незаметно возникают, а потом у них есть некий шанс двигаться к конвертизационному центру. И более тогда конкретный вопрос. Если мы говорим об этих разрывных институтах, как для них может быть устроен посевной бенчурник? Как вот их могут пестовать и выращивать? Ну, например, очень конкретный вопрос, который мы хотели с Андреем Яковлевым даже обсудить в Воронежской области, в Гордееве, но, правда, не очень получилось. Вот если мы хотим вырастить систему поддержки современного сельского хозяйства, то есть хозяйство 4.0, которое, например, очень хорошо развито в Аргентине. Вот можем мы немножечко приблизить к Аргентине? Безотвальная вспашка и так далее. Каким образом их можно? Вот эти два конкретных вопроса. Теперь, я сейчас очень быстро и очень путанно проговорю два примера. Причем, первый пример реформы местной политической системы в Соединенных Штатах я проговорю совсем быстро, а вот на Тайване, поскольку я там принимал непосредственное личное участие, и этим очень гордо, я немножко побольше времени. Так вот, кто читал рассказы о Генри? Не мютирую. Вот если вы читали рассказы о Генри, то вот этот Gilded Age, позолоченный век, там описан очень хорошо в Соединенных Штатах. Очень сильный рост, но на местном уровне все продается и покупается. Система откатов, покупка и продажа голосов, то есть, вроде бы, демократия, но демократия, которая имеет ясную и конкретную цену за каждое действие. И вот система откатов за контракты, которая там существовала, она очень похожа на то, что есть во многих развивающихся странах, включая, в Международной и Россия. Россия и Бакия. Жизнь не хуже и не лучше. Там, у них, в Нью-Йорке, наиболее яркий пример этой системы, вот этой политической машины, которая действует в целях мобилизации выборов. Платы федоров и так далее. И одна из интересных моментов этих самых местных политических машин, это высмеивание реформаторов людей, которые книжные люди, которые не знают жизни. И поэтому серьезно не воспринимались. То есть, если вы хотите меньше коррупции, ну что вам, денег жалко, у нас тут люди умирают в этих самых бесконечных эксиденциях, несчастных, несчастных на производстве, а вы, вы тут каждую копию посчитаете. Так вот, были же предприняты, и мы сейчас говорим «Gilded Age» — это первые 10, первые 20 лет XX века. «Gilded Age», между прочим, это тоже термин, который ждал известный литератор, известный прозаик Марк Твен. его термин. Я тоже считал. Ну вот, я здесь и рассказывал, и все. Так вот, инициирующий импульс. Этот термин я списал из статьи Миктор Ивановича Данина Данильяна «Экономика и математические методы», кажется, в 81-м годе. Он там написал про теорию минимального инициирующего импульса. Так вот, инициирующий импульс для реформы вот этих повально корруппированных местных политических машин. Коллапс социальных слов. Мне кажется, что вот, если в России какие-то изменения будут, они примерно, примерно, в этом, оттуда же пойдут. Вот где-нибудь заморозятся в большом городе. И тогда уж совсем прижмёт. Так вот, пример этого. 8 сентября 1900 года. Да, город Галливудссон в штате Техас. Сильнейший ураган около 10 тысяч жителей унёс. Надо было что-то делать. Вот местные, местные коррумпированные политические машины, которые раздают кикбэкс, вот сделать уже могли мало. И тогда лидер гражданских организаций наняли, создали новую форму городского управления, городскую комиссию. городская комиссия выбрала сити-менеджера. Понимаете, шла же Тейлористская революция, шла в частном секторе, что вам необходимо рациональное управление везде. Вот вам появление рационального управления технократами на местном уровне. Но необходим был импульс для этого. Значит, вот, коллапс социальных вот это этап ноль у меня в этом. Помните, я вам хочу несколько этапов возникновения этих самых преобразований сбоку. Так вот, нулевой этап, это инициирующий импульс, это что-то должно побудить. Как правило, кризис, но не всегда. В случае Тайваня, который дальше пойдет, кризиса не было. Там как раз все шло хорошо. Теперь этап первый, микроуровень, появление портфеля микрореформ. Вот это очень важно. У вас микрореформы, у вас не национальные реформы, они достаточно прагматичные, и их много. Они не одни, это портфель микрореформ. Значит, вот на этом слайде они все написаны. Профессиональный городской управляющий, тайное голосование, ну и, конечно, прямые демократии. Вы же не можете эту коррупцию атаковать непосредственно. Поэтому вам что нужно? Вам нужны перевыборы, отзыв выборного лица, вам нужен референдум, предварительные выборы и так далее. Вот этих микрореформ, их было много, и они вводились местной элитой, на местном уровне, без участия федерального правительства. Теперь, этап 2. Мезоуровень, распространение вот этого портфеля микрореформ и создание новых моделей поведения. Этап 2 является ключевым. потому что на этом этапе 2 к 1920 году например 45 городов уже ввели должность городского управляющего наряду с мэром. Понимаете, возникла дуальная система. У вас с одной стороны коррумпированный мэр, с которым вы ничего сделать не можете, а с другой, а вы к нему представляете городского управляющего, у которого меньше полномочий, но они тоже есть. И вы как в Китае сейчас создаете вот эту двойственную систему управления. Вот в 2020 году уже 45 городов в Штатах провели эту микрореформу. И у вас меняется соотношение между риск и наречен очень плохо здесь перейдено на этом слайде в поведении местных элит. Люди, которые хотят преобразований, люди с долгим горизонтом планирования, а горизонт планирования здесь является ключевым аргументом, они уже не являются эксцентриками, которых нужно воспринимать несерьезно. Они создают новые модели поведения. Ну и этап третий я его пропущу и скажу скороговоркой, это появление критической массы, собственно реформа политической машины, когда от благотворительности без вопроса перешли к некому пакету социальных реформ, норм безопасности на рабочем месте и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, я должен сказать, что вот это преобразование произошло не только из-за локальной динамики, которую я рассказываю. Чрезвычайно важны были федеральные реформы, которые тоже проводились, это переход к мере атакратии на федеральном уровне, и демографические изменения просто в стране, потому что в чем возникали такие бессловесные местные политические машины? Ну, мигранты приезжали, которых ничего не было, и которые говорить-то может иногда не... Например, в Нью-Йорке было полно ирландцев, у которых ничего не было, и которым было очень просто манипулировать. к 20-м годам 20-го века собственно вот эти вот, вот эта вот демографическая миграционная динамика, очень неблагоприятная для созданного выбора, стала размываться. Мигранты стали пребывать более образованные, те, которые приехали, они тоже уже стали более уверенные и встали на ноги. Поэтому вот это три одновременных динамики. Но, тем не менее, вот для меня этот пример микрореформ и преобразования политической машины в Штатах от тотально коррумпированной к чему-то другому, они важны как пример, как некая иллюстрация так называемых inside-out реформ, которые на русском языке можно перевести как реформы сбоку. Они развиваются на организационной периферии и движутся к организационному центру и разворачиваются горизонтально в отличие от привычной нам дихотомии между реформами снизу вверх и сверху вниз. Понимаете, когда у вас местная элита вводит праймерис и вводит вот этих сити-менеджера, вы же не можете сказать, что это реформы снизу вверх, то есть к снизу. Они идут, они осуществляются элитой, которая принципиально неоднородна. И одна часть этой элиты делает что-то, что не устраивает другую. есть термин bootstrapping в английском языке, непереводимый практически ни на один язык, это вытаскивание и создание ресурсов изнутри, это последовательные изменения, в ходе которых создается благоприятное соотношение риска и отдачи, которое побуждает первым действием каким-то, и у вас возникает некая такая благая спираль поведение. Теперь вот в этой модели есть некие три стадии возникновения новых институтов. Этап первый, это этап микроуровня, это некие институциональные мутации. Это эксцентрики, визионеры, маверики, вот эти first move. Это очень легкий этап. Он есть везде и всегда, он есть и сейчас в России и будет всегда, потому что талант пробьется и через асфальт. Как вы талант не укатываете, он всегда кто-нибудь, да, этап первый очень просто. Мутации и цитальные мутации есть всегда. Центральным, и вот здесь вот мы о многом спорим с Узаном, но вот с этим мы в общем согласны. Центральным является этап второй, возникновение новых конвенций поведения и новых неформальных договоренностей и ценностей. То есть на неформальном уровне у вас возникают новые конвенции поведения. Вот в примере с вот этими самыми местными политическими элитами появляются сити-менеджеры, которые в общем не воруют. И не воруют они не потому, что они такие честные, у них просто другие стремления в жизни, у них другой горизонт планирования. они видят себя как может быть на федеральном уровне, появляются новые вот конвенции, новые конвенции поведения, которых не было. Здесь я могу привести пример вот из моей любимой страны, Аргентины, который, мне кажется, очень релевантный бенчмак для России. в России. Как так же ты, это плохо? Поэтому релевантный бенчмак для России. Там много чуть очень, там не все время плохо. Вот Евгений Григорьевич, вы тут тоже начинайте. Так вот, там я разговариваю с таксистами все время. Было время, когда там были ядерные физики, сейчас их уже там нет. И спрашиваю, простой, почему меня ни один таксист не обманывает? Действительно, видно же, что я иностранец. Принимают обычно за бразильца. Почему? Я довольно хорошо знаю город, но они этого не знают. Ни разу никто меня не пытался кого-то завести. Они говорят, ну слушайте, ну зачем вот вы, вы же даже ближние, зачем мы вас будем обманывать? Вот если вы были в правительстве, тогда это национальный спорт. Тогда это дело чести, потому что правительство нас тут как они нас, так и мы их. А вы же иностранец, у вас вообще алиби. Поэтому что у вас-то? Вот, это некая конвенция поведения, которая говорит так, мы объединяемся против этого правительства, не такое, что, кстати, плохое, и возникают по сравнению, и возникают формы самоорганизации, потому что возникают ассоциации, возникает поведение, что, в принципе, на действительности нельзя ни при каких условиях. Потому что все измы, национализм, социализм, и эти самые тоталитаризмы, это все не работает. Только самоорганизация. И вот эта новая конвенция поведения кое-что чеченне важно. Если у вас есть новые конвенции поведения, неформальные, то третий уровень, да, инструктор поведения уже просто. Вот второй этап, вот там происходит некая магия. И вот я, собственно, о втором этапе буду говорить. Все. То есть я перехожу к совершенно другому примеру, который уже, на котором я себя чувствую более уверенно, потому что я, по крайней мере, слова знаю, как на русском языке сказать уже хорошо. Появление инновационных кластеров и индустрии венчурного фидорсирования в Тайване. Там другая история. В 70-е годы чеченне успешная страна, да, монокрациональные корпорации, которые имеют свои штаб-квартиры, вернее, не штаб-квартиры, а имеют свои производства на Тайване, довольно высокий уровень жизни, большие сборочные производства, все всем довольны, да. При этом делаются довольно большие инвестиции в НИОКР, потому что уже есть понимание, что все это совершенно необходимо, которые, в общем, не работают. А они не работают, потому что вот институты ИТРИ, промышленных технологий, институт в области электроники, они не связаны с производствами, они существуют в башне слоновой кости. Типичная ситуация для большинства стран. Теперь у вас практически сто процентов брейн-дрейн, то есть уезжают люди учиться за рубеж, и никто не возвращается. При этом у некоторых людей близко к произнеству есть некое такое понимание, что силиконовая долина есть некая ролевая модель в том числе и для Тайваня. Этих людей не очень серьезно воспринимают. И вот мечтатели, которые опять-таки не понимают, как жизнь устроить. И четыре этапа развития индустрии венчурного инвестирования инновационных кластеров в Тайване. Вот я сейчас это вам пытаюсь рассказать. Значит, вот как это там было все устраивано? Этап ноль, побуждающий или инициирующий импульс. Был такой мистер Ли, инженер, я специально этот пример привел, который был долгое время министром финансов. Вот. А потом стал министром без портфеля. Министром без портфеля с довольно такой широкой дискретионарий аджендой для действий. И вот он организовал несколько митингов, совещаний в Силиконовой долине с собственной диаспорой из Тайвана, потому что я повторяю, практически никто не возвращался из Тайвана, а зато было много этих товарищей китайцев в Силиконовой долине, не очень, кстати, успешных. Они не то, чтобы заканчивали MIT, или Гарвард, или Стэнфорд, нет, они заканчивали средненькие такие, хорошие, средние университеты, и работали инженеры. И вот они собирались, они выработали некое видение, что вот в общем-то у Тайваня есть некие предпоследствия для того, чтобы стать как Силиконовая долина. Для этого нужно что делать? Вот сидит Игорь, гомерсян, он знает, развивать венчурное финансирование, тем более на ранней стадии. Это они понимали, в 185 году так нужно сделать. Ну ладно, хорошо, а мистер или министр без портфеля говорит, что вот, слушайте, ну надо этим заниматься, вот у нас есть такое видение, давайте мы организуем два венчурных фонда на паритетных началах, 50 на 50, государство вкладывает 50, частный сектор вкладывает 50, я найду для частного сектора эти самые, я уговорю, у меня есть связи, я уговорю, чтобы частный сектор вложил, сейчас это является общим местом, тогда это было достаточно новым. Ну, сказали ему, слушайте, ну ладно, денег-то вам нужно немного, дети в песочнице, кто вам мешает, играйтесь, два венчурных фонда, да ради бога, ерунда какая. Ну и вот, теперь, венчурные фонды, это вообще-то не финансовый институт, он не финансовый институт, потому что там главная проблема, это проблема в портфеле проектов, практически во всех серьезных местах, за исключением Силиконовой долины, ну может быть еще Кембриджа, УК, и Израиль сейчас, есть страшная проблема в портфеле проектов, есть множество идей, но нет проектов, это, например, центральная проблема и в России, проекты нужно готовить, проекты нужно выращивать, проекты нужно не отбирать, а именно выращивать, потому что самим по себе им взяться неоткуда, поэтому было сказано, ну вот, товарищи из диаспоры, вы нам дали эту идею, вот может быть вы некоторые из вас перейдете в Тайвань и создадите эти самые портфели проектов, они приехали, и вот эти первые три венчурных фонда, они в общем оказались довольно успешными, довольно быстро, и вот здесь я перехожу к этапу два, потому что серьезные дяди и тети, которые сидели в банках и сидели в корпорациях, они тут начали понимать, что происходит нечто такое, к чему в общем следовало бы относиться более серьезно по сравнению с тем, что они относились раньше, то есть это не просто игрушки в песочнице, а возникают некие инновационные кластеры, которые развиваются, вот этот так называемое решение координационной проблемы, возникновение кластеров и преобразование институтов Этри, Этри и Хинчу, научного парка Хинчу, который был, но он стоял пустой практически, были здания и сооружения, но фирм там особых не было. Вот это заняло около пяти лет, и в это же время началось возвращение выходцев из Тайваня на Народику. Еще пять. Еще пять минут? Так, ладно, это мы пропускаем. Теперь, вот здесь мне важна некая... На русском есть? Чего? Книжку, которую написал. Никто написал. Не, на русском нету. Да все же можно перевести. Ну, конечно. А он переведет. Какие-то... Ну, опять... Тайвань это вообще не моя история. Тайвань это история Анна-Лиза Ксениан. А это она это все нашла. Анна-Лиза Ксениан. Первый раз еще. Она тут была? Мы ее завезли на конференцию в девятом году. Высшая школа экономики. Да, я лично. Так вот, Архимедов, Рычаг, реформ. Да? Практически всегда можно найти те инстуи, институты, которые работают. За исключением адских ловушек вот этих infernal traps. Да, вот когда у вас сбой рыночного механизма усугубляются политическими провалами и которыми усугубляются провалами в социальной сфере, тогда сделать практически ничего нельзя. Мне кажется, из Зимбабо сейчас является такой ситуацией. Но в большинстве стран этого нет. Если у вас есть неоднородность институтов, то всегда есть на что опереться. А если у вас неоднородность есть, то вы можете эти самые реформы сбоку или этот Архимедов рычаг всегда найти. Вот Архимедов рычаг на примере Тайваня был такой. Это сеть наиболее преуспевающих предпринимателей из диаспоры, которые воспринимали трудные условия Тайваня как вызов. Не как проблему, а как вызов. И дальше они делают то, что называется сейчас на современном языке strategic bet. Это стратегическая ставка. А в случае успеха у них довольно большая квази-рента. Репутация, самореализация, профессиональный рост. Поэтому возникает горизонт планирования, который позволяет эту самую ставку сделать. И все это опять-таки возникает первоначально на организационной периферии. и поэтому не воспринимается как угроза национальной элитой. Потому что деньги там крутятся маленькие в этих проектах. Собственно, если вас интересует рента, то там ренты особенной нет. Теперь я все-таки попрошусь еще на пять минут. Теперь особенности реформ сбоку. Вот это важно. Вот понимаете, ключевая роль министра без портфеля тяжеловеса со связями и неким открытым мандатом на действие. Если у вас нет кризиса явного, то вот мистер лиц царство ему небесное ему уже тогда было в общем под 70. Но вот у него такая позиция министр без портфеля инженер всех знал мог это самое. Убедите. Теперь главная проблема преобразования сбоку не как начать. Начать просто. А как не дать затухнуть? Это переход с этапа один на этап два. Главная ошибка министра без без портфеля без Вот это мы видим всегда во всех проектах Мирового банка. Слишком много хочется прописать заранее. Вы не можете этого сделать. Вот по логике этих процессов у вас все время должны возникать сюрпризы. Если у вас их не возникает, значит вы делаете что-то не так. Расходящиеся траектории развития наглядно показывают, что вы все делаете правильно. Вот у меня нет времени на Аргентину. А Геннек спросил, что там все плохо. Так вот там например есть Мендоса в регионе Куио, которая за 10 лет завоевала 3% мирового рынка вина. И есть Сан-Хуан идентичный по своим природным ресурсам и институтам район. И тем не менее в Сан-Хуане ничего не происходило, а в Мендосе Каминдоса так быстро поделать. Почему? То есть два региона, которые рядом, которые во всем идентичны, природный институт и все, вот они развиваются вот так. Это может показать на статистике. А вот есть вот это тоже можно перевести. Так вот как создать хорошие институтальные системы микрореформы, которые дорастают до уровня 2? В плохой среде. Вот это центральный вопрос этого подхода. Так вот я пропущу, вот я тоже пропущу, вот я тоже пропущу. Нет, тогда я закончу вот этим, потому что это центрально. И все, я на этом закончу. Теперь best of the worst practice, вот это центральная. Практика лучшая в плохих условиях и лучшая практики. Вот у вас две очень разных понимания бенчмаков. потому что главный вопрос, который у вас стоит, это некий портфель реформ, который доживет до этапа 2, до появления конвенции. И для этого вам нужны не передовые практики, которые сосредоточены на конечной точке, вот вы видите, как должна работать система закупок, например, в Англии, и вы пытаетесь ее перенести куда-нибудь в Индии, чем занимается Мировой банк уже 30 лет без всякого успеха. Вот это неинтересно. Вот эти лучшие практики, ориентированные на конечную точку, неинтересны. Вам интересно понимать, какие институциональные инновации возникают в похожей на вас институциональной среде. Вот эта практика лучшая в плохих условиях. Евгений Гавриевич точно знает. Японская хайку или японская живопись в один мозог, это примерно про это. Каждый дурак может нарисовать картину, а вы попробуйте одним мозгом, потому что у вас такое ограничение. И вот собственно в дальнейшей аргументации я и хотел показать, что довольно плохой институциональной среде Аргентины. Я вам могу привести навскидку несколько примеров того, как возникают действительно Кати Неч институциональные кластеры, которые исключения из общего правила, но которые развиваются. И теперь возникает вопрос, если Аргентина может быть вот такой специфической институциональной лабораторией, в которой институциональные инновации развиваются, появляются инновационные кластеры, которые достигают мирового уровня, безотвальная вспашка, насколько мне известно, разумеется, появилась в Советском Союзе. Терентий и Мальцев и так далее. Так вот, в Аргентине и Бразилии 70% сои вспахивается через безотвальную вспашку, но этого мало. Понимаете, там возникают технологические платформы, выработка собственных технологий для этого, потому что вы должны выстрелить со спутника под определенным углом и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все развивается в Аргентине. Сейчас мы об этом говорим. Вот это важно. А, сейчас. Это не всегда было. Не всегда было. И они сейчас оказывают техническую помощь Казахстану по этому поводу. Россия, видимо, бесполезна. Я это все пропущу. И вот заключение для России. Вот подтянуться до Аргентины как плохой институциональной лаборатории. То есть отпустить некоторые регионы в полу ручном режиме. И мне кажется, что есть две разберности подобного отпускания вожей в таком полу ручном режиме. доверие первого лица к губернатору достаточно или недостаточно. Если недостаточно, то, конечно, не о чем говорить. И экономический потенциал и ресурсы региона. Высокие и невысокие. Вот там, где у вас достаточное доверие и высокий потенциал, ну, например, Гордеев и Воронежская область является, мне кажется, хорошим примером. Вот такие регионы, вот хорошо бы в ключе Аргентины просто уже сказать, ну, уже сделайте там что-нибудь. Мы вам не очень будем мешать. Мы, конечно, будем мешать. Яковлев уже там, да. Ну, так вот, я знаю, ну, как-то это, это должна быть какая-то, какой-то министр в портфеле должен это все светить. Слушай, вот. Сделаем. Вот. Ну, и общее заключение это о логике этих преобразований сбоку, потому что я говорил об Оксюморонах в самом начале, тут логика такая, у вас революционная постепенность, и то, и другое чрезвычайно важное. У вас решение очень революционное, ну, вы как бы об этом не знаете, оно состоит из последовательных шагов. Вот. И опять-таки Россия, Россия чуть повыше, объективы чуть повыше. Там 14-й год. Это 14-й год. Конечно, рент-то же не в Кенай, ну, что вы хотите. Но были же вон совсем рядом. Снова рядом. Значит, революционная постепенность, неоднородность, внутренняя однородность и государственного и частного сектора, которые преодолеваются шаг за шагом. Упор не на лучшие практики, а на практики лучшие в подобных вам условиях. И это, в общем, если говорить о... была такая песня, сейчас, наверное, есть, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Вот это, вот это, это примерно вот эта логика. Вот мне кажется, это, это может претендовать на некую конструктивную программу действий. То есть, понятно, что я ее вам не изложил, исключительно из-за ограничений во времени, я шучу. Но вот примерно вот эта логика, логика революционной постепенности, когда у вас возникают некие решения, которые оформляются по мере, по мере того, как вы делаете шаги. Самым, самым ярким примером этого, этого подхода, конечно, является Китай, который почему-то в экспертном сообществе не воспринимается всерьез, потому что говорит, что там были там было про сельское хозяйство, специальные экономические зоны, и это к нам непривинимо. Дело же не в конкретных вот этих точках входа, а дело в логике процесса. Ну, я, собственно, закончил. Спасибо. Спасибо.